здравствуйте мы на пятом мастер-классе из серии улучшаем юзабилити сегодня я буду показывать и рассказывать о том как вы самостоятельно без сервисов без каких-либо материальных вложений можете легко и просто сделать все тестирование найти все слабые места своего сайта делюсь экспертизы поговорив про тестирование в прошлой части нашего мастер-класса мы выяснили что их существует большое количество но я не рассказал вам что на самом деле в большинстве этих тестирований в основе лежат вопросы и ну пользователи и вопросы этим пользователям и от формулевки вопросов многое зависит нам очень важно понимать в каждом тестировании кто отвечает на наши вопросы что он думает о нашем продукте и что он делает при взаимодействии с этим продуктом поэтому отвечая на вопрос кто отвечает мы должны четко представлять себе этого пользователя под даже если он подходит под наш целевый портрет не подходит мы в любом случае можем из этой информации сделать какой-то интересный получить правильный вывод если мы не знаем кто отвечает наш вопрос информация может быть для нас не не полезный или вообще бесполезный или менее полезный дальше нам важно понимать что он думает то есть мы должны получать с вами действительно информацию которую человек в данном случае как я буду рассказывать в какой-то анкете заполняет и последний для нас очень важный момент нам надо понимать что он делает если абстрагироваться от нашего сервиса который делает эту запись мы с вами на самом деле можем очень просто и бесплатно это делать с помощью друзей то есть вы можете найти друзей которые теории могут пользоваться вашим продуктом подпадают под вашу целевую аудиторию под сегмент целевой аудитории то есть если они не против пользоваться вашим продуктом то они ваша целевая аудитория совсем по простому да вы можете этих этих людей собрать основную информацию то есть кто они чем они занимаются то есть небольшую профильную анкету заполнить них попросить после этого вы можете попросить зайти в поисковую систему по определенному запросу в определенное время это позволит вам получить не только информацию которые человек будет заполнять в в рамках текстовой анкеты взаимодействия с вашим сайтом или после взаимодействия с вашим сайтом, но и получить его сессию. Вы по этому времени и по запросу, который пользователь попросили задать, сможете найти его в Яндекс.Метрике и отследить через веб-визор все его движения, посмотреть, куда он нажимал, куда он переходил, как он пытался решать какую-то свою задачу. Чаще всего просто анализ вот этого веб-визора нам не дает никакого понимания. Потому что пользователь вводил-водил мышкой куда-то, нажал крестик у вас на сайте и ушел. И вы сидите, такие за голову схватились. Что же ему не понравилось? Может быть, кнопку он не увидел? Может быть, не того размера? Может быть, он просто куда-то спешил? У вас миллион гипотез и ни одного ответа, почему он ушел. Здесь у вас есть анкета, где человек рассказывает, что он делал, куда он нажимал, почему он это делал и почему он ушел, что ему понравилось, что не понравилось. Симбиоз этих данных вам дает слабые места. Вот вы можете делать это абсолютно бесплатно сами. То есть вам нужно дать пользователю анкету с правильными вопросами, и вам нужно попросить его зафиксировать время и запрос, по которому он зашел к вам на сайт. Все, дальше ваш анализ сводится к метрике и анкете. Но не забывайте, что вы должны знать, кто пользователь и что он делал. Теперь к вопросам. Очень важный момент с точки зрения того, как построить взаимодействие, какие вопросы задать пользователю, какое количество их задать, какой порядок у этих вопросов должен быть, как правильно формулировки сделать, чтобы пользователь как-нибудь по-быстренькому не ответил, не убежал, как не утомить нашего пользователя лишним количеством вопросов, как правильно выстроить с точки зрения пользовательского сценария, как они, в принципе, ходят по сайту, обычные пользователи наши. Вот у нас в этой области накопилось огромное количество экспертизы, потому что мы проводим сотни тысяч уже исследований за три года, или уже даже, не знаю, четыре, может, нашему сервису сбился со счета, честно. Экспертизы много, очень много разных исследований у нас проводится, поэтому рассказываю топ такой вопросов, универсальный, наверное, топ вопросов, по которому, если вы пройдете, прогоните свой сайт, каких-то своих друзей или просто знакомых, или даже найдете людей в интернете, дадите им какое-то вознаграждение, вы получите реально профит практически в любом случае, я вам обещаю. То есть просто сделайте, как я говорю, и вы придумаете, что вам надо улучшать. Вы найдете точки роста, конверсии вашего сайта. Гарантирую. Поехали. Вопрос один. На самом деле вопрос один, он ни в коем случае не вопрос. Это не вопрос. В вопросе один, на самом деле, нам надо познакомиться с пользователем, раскрепостить и понять его критерии, его отношение к продукту, его критерии выбора продукта, либо окунуть его в пользовательский опыт, которым он обладает при взаимодействии с вашим продуктом. То есть мы когда-то много разных сайтов недвижимости, то есть чуть ли не там весь топ-10 через наш сервис прошел, тестировали. И получали фидбэк от пользователей, которые уже имели опыт взаимодействия по покупке аналогичной недвижимости. Желательно, этот опыт был не такой далекий. То есть мы старались отбирать пользователей, которые последний год или два приобретали, например, квартиру, коттедж. То есть из всей базы респондентов, которые у нас есть, мы отбирали тех, которые имели этот опыт. И пытались за счет опыта, уже дальше опираясь на этот опыт, чтобы пользователь взаимодействовал с текущим интерфейсом. Так вот, вы можете прибегать к этому опыту. Это написано во многих книжках про различные виды исследования, сложные исследования, ошибки исследования и так далее. Но вы можете пойти альтернативным путем, который я сейчас на слайде показываю. Вы можете взять и попросить пользователя сформировать свои критерии. Это позволит вам, ни в коем случае пользователя не загонять ни в какие-то рамки, но позволит пользователю предметно выбирать, опираясь на свои критерии. То есть пользователь, заявив в первом вопросе какие-то важные критерии, он не сможет просто абы как ходить по сайту. Он будет искать ответы на свои критерии, потому что дальше мы можем просить опираться на эти критерии. То есть если мы говорим «выбери для себя телевизор» в первом вопросе, Какие критерии выбора телевизора тебя волнуют? Он должен сказать, что там какого-то размера, с какими-то функциями, еще что-то. Пять критериев. Даже если он их выдумает и, ну, по крайней мере, задумается над ними, вот дальше его сценарий будет выстраиваться из того, что нам надо найти ответы на эти вопросы. Как только мы получили от него информацию, что для него важно в продукте в нашем, мы можем переходить к второму вопросу и просить его теперь, ну, все, вот наш сайт, набрасывайся на него. Я говорю, что сейчас будет всего пять вопросов. Это максимально компактно, что удается уложить пользовательский сценарий. То есть, может быть, вы можете как-то больше растянуть и погружать этого пользователя больше. Я вот считаю, что в один вопрос мы можем все критерии получить и двинуться дальше. Поэтому второй вопрос. Мы его прям кидаем на сайт, говорим, все, ты попал на сайт, выбирай себе товар, выбирай теперь свой телевизор под свои критерии. И он идет и пользуется тем функционалом, который у нас есть. Кто-то лезет сразу в акции, потому что он написал, что главные критерии для него подешевле. Кто-то лезет в какой-то фильтр, пытается найти там ЖК, не знаю, там какую-то функцию TV-тюнера, еще какую-то вещь, не знаю, там Smart TV, дополнительные какие-то вещи особенные. Пытается найти это в фильтрах, потому что он этот критерий уже прописал. И каждый из этих пользователей идет по своему сценарию. И сценарий опирается на вполне понятные для вас критерии. Вы их потом при анализе можете учитывать, что он пытался решить эти боли. И вполне понятный инструментарий. Кто-то лезет в поиск, забивает какой-то запрос, кто-то пользуется фильтром, кто-то в листингах там ковыряется, не может переключиться, найти, кто-то в карточках застревает, буксует. В общем, пользователи выбирают, пользуются функционалом сравнения, тестируют весь ваш сайт, и там достаточно 5-10 пользователей для того, чтобы они, там, большинство сценариев, которые обычные люди используют на вашем сайте, они были проработаны. То есть один произвемодействует с поиском, второй произвемодействует с фильтром, третий, еще с чем-то. Получится накопленная экспертиза, качественная. Как с этими продуктами пользователи легко, сложно взаимодействуют для решения конкретных задач, которые вы уже знаете. А вы потом еще из метрики посмотрите, как он себя вел и решал их. Вопрос номер три. Когда человек что-то подобрал для себя, подходит под его критерием, мы говорим, а попробуй-ка теперь закажи у нас этот товар. И пользователь может идти и заказывать его. То есть тут мы потестируем уже остальную часть воронки, насколько у нас там удобные, понятные корзины расположены, вся ли информация есть там по доставкам и так далее. То есть я примеры вопросов на слайдах показываю, не скрываю. Более того, они где-то в интернете опубликованы. Если вы хотите, эти вопросы у нас заформулированы прямо на сервисе Ascusers, можете зайти оттуда их скачать. Поэтому внимание на суть вопросов, а не на формулировки. Вы грузите пользователя прямо в корзину, чтобы он прошел у вас весь сценарий и дошел до конца воронки. То есть положил в корзину, нажал кнопку «Заказать». Как-то так. Ну, может, до процесса оплаты, да? Следующий вариант. Не следующий вариант, следующий вопрос. Обязательно надо отдавать себе отчет и понимать, что ни один пользователь не покупает на первом попавшемся сайте. Чаще всего мы идем, смотрим второй, третий, четвертый, либо открываем много вкладок и там переключаемся, потом читаем отзывы, куда-то возвращаемся. То есть наш сценарий намного сложнее, чем мы пришли по запросу на сайт, посмотрели товары, выбрали товар и ушли. Мы осуществляем долгий выбор, особенно если это касается каких-то предметов более сложных или более дорогих. Поэтому нам очень важно погнать нашего пользователя на сайты конкурентов. Тут мы получим дополнительные триггеры, какие-то преимущества конкурентов, которые мы не знали. Тут мы получим список каких-то интересных конкурентов, потому что мы пользователю можем задать широкий запрос, а выбери-ка сайт, на котором этот товар лучше, дешевле, качественнее и понятнее, и условия для тебя лучше. Пользователь пойдет и будет искать что-то лучше, чем у нас. Когда он найдет, он нам скажет, почему лучше, и мы можем сделать для себя выводы и что-то внедрить, поменять. Такой вот фидбэк, он очень ценен. Более того, мы приближаем пользователя за счет этого к максимально реалистичному сценарию. И пятый вопрос, наверное, чтобы подытожить это все, можно попросить пользователю дать общую какую-то качественную оценку, спросить его, стал бы он заказывать у нас, или он все-таки заказал у конкурента, насколько наш сайт ему понравился, доверяет ли он ему, то есть узнать какие-то... Ну, то есть после того, как пользователь прошел весь путь, можно попросить, ну, оцени, насколько качественно, стал бы ты пользоваться или не стал. Вот это, наверное, комплекс из простых пяти вопросов, которые можно применять практически на любом сайте. Вы их можете там чуть-чуть под себя подшаманивать, интерпретировать, и вот эти зелененькие слова, которые я прописал, просто подставлять свои там. Если у вас интернет-магазин керамической плитки, подставляйте вместо товара керамическая плитка. Вместо сайт.ру подставляйте свой URL и так далее. Комментарии по всем этим тестированиям есть также на слайдах, есть разобраны в интернете. Я перейду, с вашего позволения, уже к выводам. Тестирование нужно проводить обязательно на всех стадиях развития вашего сайта. То есть если сейчас вы недавно там обновили свои дизайн-интерфейсы, вам надо понять, как ваши новые интерфейсы отрабатывают в сравнении с старыми. Если вы, допустим, давно не обновляли, вам надо понять, что происходит, протестировать, провести анализ, потому что конкуренты меняются, никто не стоит. И если вы будете стоять, вы будете проигрывать эту конкурентную борьбу. Второе. Проверка решений может быть абсолютно любая. Я в рамках четвертого мастер-класса рассказал, что методологий существует огромная масса. И вот помимо того, что я рассказал, их еще все можно перекрещивать, подстраивать под себя и делать, что хочешь. Неважно, как вы тестироваете, главное, чтобы вы тестировали. И последнее. Тестирование. Важный тезис. Вот вы ленитесь? Ленитесь. Я знаю, почти все ленитесь. У нас в Рунете все ленятся. Особенно мелкий бизнес, средний бизнес, они вообще до этого не доходят. На самом деле вы теряете деньги. То есть лучше не вложить лишнюю там тысячу пятьсот, две, три тысячи рублей в какое-то дополнительное количество трафика, там из контекста или еще откуда-то вы его добываете, а вложить, регулярно начать вкладывать в какие-то тестирования. Это поможет вам сэкономить денег. Ваша конверсия может реально вырасти. Я начинал наш мастер-класс с того, что показал график конверсии. Там за девять месяцев конверсия с пяти процентов вырастает у нас до пятнадцати. Это реальные цифры наших сайтов. Поэтому я надеюсь, что в рамках нашего мастер-класса я вам рассказал, как вы можете предлагать качественные решения, научил вас проводить исследования и настроил на то, чтобы вы все-таки этим занялись. На этом у меня все. Я всем желаю вам высоких конверсий. И не тратьте деньги впустую. Занимайтесь, пожалуйста, исследованием своих сайтов. Всем высоких конверсий! Субтитры создавал DimaTorzok